Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Ля Минор». Меня зовут Ксения Стриж. В эфире программа «К нам приехал». В гостях у меня сегодня Вячеслав Куприенко. Вся надежда теперь на ноги Все молитвы теперь не в счет Все, что нужно, мне даст дорога Что не нужно, возьмет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы снова скоро не были Неужели таков закон Кроме посоха, звезд и неба Что поставить на кон? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я оставлю души осколок На привале в траве кустой Может, будет кому-то дорог Струн моих перебой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жаль, не знаю Такого слога Чтобы выразить в жизни суть Вновь пылит подо мной Дорога Продолжается путь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слава, здравствуйте! Такие лица у вас знакомы У меня такое ощущение, что мы где-то виделись Или просто какая-то родственность души Я вас точно видел Не знаю, как вы видели Нет, нет Но я к тому, что Может быть, вы были уже здесь в эфире Или вы впервые? Я даже в третий раз дам Да? Ну, не у меня Или у меня все-таки? Нет, не у вас А, не у вас Знаете, я вас видела, наверное, на телеканале Ля Минор в качестве зрителя Я так думаю Хорошо, было бы, наверное, логично Представить музыкантов Таких вам Чего замечательного Вот гитара Такая вот просто волшебная гитара Это, звать его, Геннадий Бондарь Очень приятно Мы с Геном уже знакомы Наверное, лет восемь уже Да, и вот вдвоем Сначала начинали работать Он меня аккомпанировал Вот, сделали мы с ним Записали два альбома Сейчас уже третий готов Практически осенью сделаем Вот Ну, и, между прочим Лучшая гитара Украины Вот в этом году был такой Улыбается Ну, на самом деле У меня такая ехидная улыбка Потому что тут Каждый человек говорит Тут лучший вокал Белоруссии Это все по-честному было Лучший контрабаст Татарстана Ну, это Ну, да Нет, дело в том, что Реально Я просто улыбаюсь уже так Потому что, естественно Сюда приходят все самые лучшие Нет, ну, народный артист Киргизии Тоже нормально Да, потом Максим Максим Ворок Это барабан Как и Киргизии Лучшая была А? Ничего Нет, Максим вообще На самом деле Он гитарист классный Это у него Он в барабанах Со мной Это у него халтура Да То есть сегодня Похалтурит Подрабатывает Халтурит Ну, кстати, неплохо Халтурит на самом деле Ну, барабан один Чего не похалтурит Да Да, и мы с Максимом Мы уже знакомы Так лет пять Он на второй альбом К нам подсоединился Мы вот в таком Расстосаве Втроем Вот уже много так Отхалтурили Да, от колбасили Нормально Вот И вот у нас Совсем новое лицо В нашем коллективе А вот где-то Это лицо Для меня Очень старое лицо Да Нет Я имею в виду Что Довольно знакомое Где-то Я не знаю Видела Я не знаю Где-то халтурило Явно После эфира Может, не знаю Но Саша Сегодня Впервые Мы в таком составе выступаем Честно Не зверю назад У нас был концерт в Киеве Первый раз Мы пробовали Вот сегодня Это вот Бас-гитара На такой объем Вот это новый такой Для меня формат И интересно И вот Ну, по-моему Оптимальное количество Инструментов Мне кажется Ну да К этому пришли Больше Больше немобильно Меньше Житковато Нестабильно Житковато А из Украины Из какого города? А мы с Киева Все из Киева Хотя мы сейчас живем все в Киеве Хотя так поговорить Там киевляния, конечно Как всегда нет Но как в Москве Москващина Ну да Ну да Ну так Сейчас в Киеве живем А что, и первый раз Был в Киеве концерт? В четвером А, в четвером Я же говорю Саша, что-то посоединился А сколько вообще На сцене Если 8 лет Только с Геннадием знаком Я сколько, да? Ну я начал песни писать Вернее, начал писать Давно уже Там с 87-го года По-моему А вот выступать Я начал К 97-го года Вот первый раз Гитара Вышел Бардовский Телевас Вот так Ну я бы не назвала Что это какая-то Бардовская песня То есть авторская песня Так это когда было Это же в шестом веке было А сейчас А сейчас как себе обозначать? Для меня это вообще Проблема Из проблем Не знаю как себя обозвать Под многое подхожу Автор-исполнитель Свои песни поет Значит автор и исполнитель Собственно говоря А Бард Не знаю как-то вот Может и Бард Не знаю Как хотите называть А мы будем петь Да и все Ну да Только дураком не зовите Хорошо Дорога Так называлась Та песня Которая открыла Сегодняшняя наша встреча Точнее музыкальная Час Следующая Называется Февральская звезда На пинаре там Мается Февральская звезда С афганом Мы прощаемся Уходим Навсегда Колонной Нескончаемой На перевал Салам Ползет Броне Отчаянно Порваным нервам Скал Бьет по лицу Уставшему На отмашь Мокрый снег А куры Сбившись стаями Танцуют По броне Машины Кровоточили У трассы На краю Свинцовые Пощечины Достались им в бою Немыми Обелисками Отмерен Путь домой И освещен Неблизкою Февральскою Звездой Там За рекой За Амударьей По самому Сердцу Иглой Татуированный Был я Войной И вот он мост Заветный мост Бурлит Амударья Я поднимаюсь В полный рост Злой пули И не таясь И на мосту Я обернусь Прости Прощай Афган Ты мою жизнь Перечеркнул Диагональю Уран Там За рекой За Амударьей По самому Сердцу Иглой Татуированный Был я Войной И вот Мы и на родине И дальше Нет пути Но до сих пор Нам взводим Мы Пусти Война Пусти Освабь Свои Объятия Освободи Захват Сын Возвратился К матери Домой Пришел Солдат Дымили Папиросами Взрослели От измен Шныряли Иглы Острые По синим Трассам Вен Нагар Смывали Водкою Мы Из Саможженных Душ И вспоминали Соткою Февральскую Звезду Там За рекой За Амударьей По самому Сердцу Иглой Татуированный Был я Войной Прошита Небо Трассером Расстрелян Плечный Путь Убиты Звезды Ясные Их В небо Не вернуть Кто Не пришел Задание Останется В веках На Алом Шелке Знамени Последнего Бомога 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 Прямо Вот из Киева Приехали Чтобы на Ля-Минор Попасть Вот прям непосредственно На машину сели и приехали Да ладно На машине приехали Ничего себе Дорожка не близкая И прямо Никаких тут таких дел То нету Просто вот приехать Мимо ехали Думаем Чего нельзя заехать На Ля-Минор Красавцы Красавцы Хорошо Расскажите Та музыка К третьему альбому Вы готовитесь К выпуску Та музыка Которую вы сегодня представляете Это новые песни Это по сути дела Все новые песни И вот новый альбом Будет Он уже записан Ну осенью Наверное Как обычно Осенью Наверное Да конечно Осенью Плоды ш осенью собираются Ну да Цыплят по осени Считают Хорошо Расскажите У вас вся жизнь Вот так сказать Музыка Музыка Еще раз музыка Или например Вы закончили Как любой уважающий себя мужчина Какой-нибудь технический вуз Овладели профессией Ну а параллельно Как-то пописывали Или вот прям Вы музыкант Музыкант Да не Какой музыкант Я как мужчина настоящий Закончил военное училище Вот Я уже сразу Рейтинг Сразу в моих глазах Поднимается Да А потом Был Афганистан В моей жизни Вот как вы слышали И поэтому Вот там началась Вот эта моя Творческая такая Сизя А то есть это на войне Стали писать Начали там писать Да Но война на самом деле Она такая знаете Она Такая провокация Хорошая Ну для творческого человека Как вот Какой-то вот Вдает всплеск Я вот очень много Все время думал Вот если бы не было войны В моей жизни Начал бы я писать Вот И я сначала думал Что наверное нет Потом сейчас пришел к выводу Что все-таки Наверное да Вот Хотя Ну тогда бы у нас была Страна Учитывая Всю историю Воин Я так думаю У нас была Вся страна была Одни поэты Песенники А ну да Если так Если начинать еще Там С гражданки С первой мировой Ну да И так далее Даже мы просто были бы Все поэты и писатели Ну конечно какие-то там Должны быть для этого Предпосылки Наверное они у меня были Там Вот я Набрался наглости Вот сказать слово По сути дела Там мне война дала право Высказаться Вот так наверное Будет правильно сказать А сейчас они военные Нет Я уже давно уволился В 92 году Уже сколько лет прошел Капитаном уволился Вот потом когда вот А почему уволились Потому что надо было Второй раз пересекать Или нет Потому что у меня Многие знакомые военные Уволились именно 92-91 год Потому что СССР распался И они говорят Мы два раза не присягаем Мы присягали Советскому Союзу Вот Два раза не присягаем И ушли Потому что надо было Уже присягать Украине Там или Белоруссии Или там Ну понятно Вот По эти же причине У меня это было Ну не по этому Я сначала уволился А потом Мне уже в военкомате сказали Давай ты же все равно Военнослужащий Тем более ты кадровый военный Там тогда вот Принимай присягу Там все Вот Но я не принимал Потому что для меня Это святое один раз И сколько можно Ну вот я тоже Да В этом смысле конечно Вот Но это не была причиной Конечно увольнения Что там надо было присягать Я на то время служил В Узбекистане Вообще тогда И там Непонятно как Ну это целая история Длинная Все там сейчас рассказывать Ну а что Все интересно Все интересно Любой новый человек Ну вот уволился Начал писать Петь Вот и как-то Ну схватилось Хватилось В принципе это сейчас Является вашей профессией Или вы чем-то Я сейчас занимаюсь Ну В трудовой книжке Не записано ничего Ну вот да Я стараюсь Чтобы это было По-взрослому Все делать Чтобы это стало Моим профессиональным То есть и получать удовольствие И источник дохода Так Да Честно Говорят честно По-русски И так далее Хорошо Так как вы автор То соответственно Все что вы считаете Нужным нам знать Про ту или иную песню Какие были предпосылки К написанию Может быть какая-то история Жизнь у вас насыщенная И продолжается Слава богу Вот То вы говорите Чтобы я из вас там Не тянула Вот например Следующая Марш павших шахтеров Конечно название Само по себе говорится И само за себя Эта песня Вот Ровно 10 лет назад 3 марта 2001 года В Краснодоне В Украине На шахте имени Баракова Произошел взрыв И вот там сразу погибло 80 человек Вот А я родом С Вуганской области Я видел это все Эти реконы Эти шахты Метавургов То есть мне это близко очень Но меня это очень Вывело из колеи Я за 3 дня Эту песню написал Вот И как мне кажется Она Ну вот стоит ее спеть Потому что Вот это вот Труд шахтеров Это на самом деле Они наверное гибнут Больше чем на войне Вот в Афганистане В частности Столько просто гибнет людей Как это все относится Вот не знаю Там власть имущая К этим людям И как они там За те копейки Лезут на километр Под землю И так далее Надо это Надо это как-то поднимать Я как поэт Я могу это Сказать слово И хочется Чтобы оно было услышано Чтобы вот Такого подобного Больше не было Прошу Печально молчат терриконы У братских могил Нет лица Уходят в собой Корняков Батальоны В земле Оставляя сердца Мы рубим Неистом лаву Вгрызаем Все в жилы земли Тебе Молодая держава Мы отдали Все Что могли Как черти Проходы Мы роем И норы Сверлим Как кроты Посмертную Славу Героям Добыли мы Из темноты Мы черное Золото Рубим И уголь Даем На гора У нас Нету Собственных Судеб Одна Лишь Сырая Земля Профессия Наша Не в моде Но честь Мы всегда Берегли И в путь Свой Последний Подземный Уходим Под землю Из-под Земли Из-под Земли 630 метров До солнца 630 Ниже Нуля Восьмидесяти Краснотонцам Пусть Богом Будет Земля А в Афганистане Два года служили То есть Сорочная служба В Афганистане Я был офицером Потому что раз в военное училище Значит вы могли там быть От двух лет до десяти У нас все равно было два года Замены Но я послужил Год и три месяца Попал под вывод войск То есть последними Заканчивал А то есть уже под Конец В смысле мне повезло Я два года своей Не добыл Вот И Вот вы сказали Если бы не было Войны в вашей жизни Знаете Как бы вы Я не знаю Начали бы вы писать Да Или нет Но вот сейчас Вы живете в мирное время Вы себе создаете Какую-то экстремальную Ситуацию вокруг себя Чтобы Ведь если начали писать В пограничной ситуации Да Такой для Человеческой так сказать Жизни Да Вот То Соответственно Это Какой-то немножечко Ну как Наркотик Не наркотик Но тем не менее Да нет На самом деле Вот Если ты Надо как-то эту ситуацию Стимулировать постоянно Наверное это было просто Вот как настройка Души твоей Первой Ты не знал об этом Да И тебе вдруг раз Какой-то щелчок Такой сильный Такой сигнал Какой-то Да И потом Ты если Ну по-настоящему Все живешь И чувствуешь И видишь И слышишь Ты настраиваешься И потом более тонкие материи Ловишь Которые вот как бы В мирной жизни Происходят И все же это видят Все ходят Все миллиарды людей Ходят слышат Но почему-то пишут Не все И там замечают И что-то творят Не все Вот Наверное Вот именно Вот этот Ловить Вот эти тонкие Звуки Тонкие какие-то Нюансы Категории Да И потом их там уже Вот замечать Наблюдательность Вообще вот такая Классная штука Там как один из главных Способов ведения разведки Война в данном случае Если говорить о вас Она как-то обострила Какие-то Мироощущения Это наверное просто настроила Меня на что-то там Вот такое Наверное Может обострила Конечно тоже Да Ну произвела Какой-то Как камертон Какой-то Вот произвела Настройка Может быть На эту жизнь Вот если ты Начинаешь Вот это чувствовать Но песни же у вас Не только военные В вашем репетере Ну слава богу Да Конечно Да Вот я о том и говорю Что не только что В войне И слава богу Уже сколько лет И 22 года Как война закончилась Для меня Да Вот про шахтеров И про любовь Там сейчас дальше Будем слушать Петь и про все Поэтому Да А очень кинематографичные Песни Прямо вот Напрашивается Какая-то картинка Какой-то видеоряд На ваши На ваши песни Не было предложений Например там Я имею ввиду Там Киевский На студии Там или какие-то Я не знаю Там Сериал Какие сейчас предложения Сейчас надо самому Все пробивать Наверное в бомб Почему На февральскую звезду Кстати клип есть Уже вот он год как есть Клип сняли Но это опять же Это инициатива В чем пробивать Да нет Не надо ничего Есть предложения Ну все Значит так и будет Договорились Не вопрос Договорились Как мне нравится Разговаривать так здорово Мир для тебя Следующая песня Мы перестали спать Под голубыми звездами Мы разучились жить По солнечным часам Мне непонятно Для чего ж Тогда мы созданы Мы даже маленьким Не верим Чудесам Мне непонятно Для чего ж Тогда мы созданы Мы даже маленьким Не верим Чудесам Мы перестали делать Маленькие глупости Мы разучились К детским шалостям Внимать Мы очерствели И увы Привыкли к грубости И все труднее Нам друг друга Понимать Мы очерствели И увы Привыкли к грубости И все труднее Нам друг друга Понимать Давно не ходим Босиком Лугами сочными Не бьем мы воду Из холодного ручья Глядим на мир Мы через скважину Замочную Хоть нас учили Что подглядывать Нельзя Глядим на мир Мы через скважину Замочную Хоть нас учили Что подглядывать Нельзя Забыли мы О чем гласят Святые истины Сегодня Правит Нами Скользкая Стезя Мы Лицемерим Врем и льстим Почти что Искренне Хоть нас учили Что обманывать Нельзя Мы Лицемерим Врем и льстим Почти что Искренне Хоть нас учили Что обманывать Нельзя Как дым Развеялся По полю Дух Романтики За ним Теперь Гоняться Не с руки У нас Теперь Одна забава Деньги В антике Это просто Эпидемия Тоски У нас Теперь Одна забава Деньги В антике Да это Просто Эпидемия Тоски Ты распахни Окно И дверь Открой Без робости Вот этот мир Он создан Для тебя Все для тебя Леса Поля Вершины Пропасти Войди в него Смелей И не жалей Себя Все для тебя Леса Поля Вершины Пропасти Войди в него Смелей И не жалей Себя Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушай. Здравствуйте. Это Хорошкова Нина Игнатьевна с города Краснодара. Я слушала. Я не могла дозвониться тебе за Яна Осина. Но я много очень знаю песни той «Подбитая птица». Но я сейчас хочу сказать о куплении. У меня сын и в нашем подъезде мальчик служил в Афгане. Каждое слово, каждая его мысль просто реально через мое сердце. Ой, да не плачьте вы, пожалуйста. Какой он молодец. Как он может высказать свою мысль, песню, свою боль, свои страдания, свои переживания. За каждого солдата, который погиб, который остался из молитвов. Мы вас поняли. Мы вас поняли. Не плачьте, пожалуйста. Успокойтесь. Слышите хорошую музыку. Думайте о хорошем. Хорошо? Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Вот такие звонки у нас. Вот такие звонки бывают. Хорошо. А каким образом попали вы в Киев? Вы же вот откуда, из Луганской области, да? Да, из города Олчевска, Луганской области. Вы учиться приехали или что? Да, я приехал учиться туда, закончил. Вот это военное, да? Да, в Киевское высшее общевосковое командное училище. Вот, потом служил, вера и правда, отечеству в Туркестанском военном округе. Там, потом был Афганистан, потом опять я вернулся. Вот, и потом решил уволиться в 92-м году. Вот, и вернулся под Киев. Там родители мои уже с Олчевска приехали. А, то есть туда переехали родители. Они сами приехали раньше, когда я еще в училище. Пока вы защищали родину, они переехали. Да, там просто проблемы со здоровьем были у родителей, вот самое его. И вот он туда переехал, в более чистый экологический район. И поэтому я вернулся туда вот так. Вот Киев, Украина вообще такая музыкальная сторона. Киев, в частности, очень одна из сильнейших таких музыкальных столиц, я считаю, во всяком случае в Европе, это точно. Вот, вы себя ощущаете на своем месте, ну, я не знаю, там, что вы занимаете свою нишу, и никакую не чужую, и вам там уютно, и не тесно, и не так, чтобы... Ау, я здесь, меня кто-нибудь видит, слышит. Насколько гармонично себя ощущаете в этом? Все-таки это новая для вас профессия? Ну, конечно, да, вот это, тропами такими нехожими приходится ходить. Вы общаетесь с музыкантами, вы как-то участвуете в каких-то мероприятиях? Да, вот музыканты, вот мои друзья, они настоящие музыканты профессиональные, я вот такой же, я военный профессионал, да. Вот, и мне очень интересно с ними общаться, мы, кстати, дружим, вот, просто дружим, поэтому у нас очень хорошее взаимопонимание, и мы... Они мне многое дают, может, что-то я им даю, вот. Вот, и мне интересно расти, мне интересно что-то находить, новые там ритмы, новые там музыкальные какие-то там ходы. А у вас никакой грамоты музыкальной нету, я имею в виду... Никакой нету, да. Не в смысле грамота? Диплом есть. В смысле, не заканчивали вы, не школу не... Нет, я два месяца в музыкальной школе проучился, когда мне было 7 лет. Вот, это моя грамота закончилась, потом учительница уехала, а я к другой наотрез отказался, и все, вот, и вот, ну, вот все. В принципе, самоучка. Да, да. Да, на гитаре учили там взрослые ребята во дворе там. Ну да, дворовая школа, слушай. Ну да. Есть звонок еще один. Здравствуйте. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Чуть-чуть погромче, если вы. Я не знаю, что я не спин, за вас слышными? Да, чуть-чуть погромче, если вы. А вы просто просили звук убавить, поэтому сейчас я постараюсь. Да, здравствуйте, Ксения и ребята, присутствующих в студии. Здравствуйте. Вот предыдущая женщина со слезами на глазах говорила. Я хочу тоже сказать, что ваша каждая песня – это история и крик души. Спасибо вам большое. Ксения, я подсела на ваш канал, и мне очень нравятся все ваши передачи. Спасибо большое. Вот не самая плохая, не самая вредная привычка из всех, что может предложить наша грешная планета. Подсестный телеканал «Ля Минор». Спасибо большое. Пархатный месяц любви. Пархатный месяц любви. Пархатный месяц любви. Пархатный месяц любви. Первую встречу с тобой Без крайних равнин Ночь — это августа дождь А звездопад — его сын Робкие губы твои Я в первый раз целовал Бархатный месяц любви Я наливаю в бокал Месяц разумчик сентябрь Пусть, как опавший каштан Пусть он продолжит хотя бы В письмах наш летний роман Теплая летняя ночь Шепот бескрайних равнин Ночь — это августа дождь А звездопад — его сын Страстные губы твои Ночь напролет целовал Бархатный месяц любви Нашей свадьбою стал Даже морозные дни Крепкого зимнего сна Даже дыхание весны Нет, не заменят себя Теплая летняя ночь Шепот бескрайних равнин Ночь — это августа дождь А звездопад — его сын ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теплая летняя ночь Шепот бескрайних равнин Ночь — это августа дождь А звездопад — его сын Страстные губы твои Ночь — это августа дождь Ночь напролет целовал Я считаю, что... Чтобы писать, надо на нем думать Чтобы написать, надо не только на нем думать Это вообще очень тонкая вещь Это надо настолько быть внутри Чтобы оно звучало в тебе Если украинские, в частности Культура, чтобы звучало в тебе Все дребезжало Чтобы ты там не ковырялся Не волковопывал Какие-то там буквочки слова Подыскивал там А чтобы это как-то лилось Как песня А много ли людей сейчас в Украине У которых вот это происходит У которых льется само? Мне кажется, это настолько искусственно Потому что, ну, я не знаю Если только эти дети Там, я не знаю Которые сейчас уже русский Там не учат в школах Как в Советском Союзе Там было, да? Это же был второй язык Там всегда, понятно, русский Вот везде Во всех республиках, так сказать Вот А так вот, я не знаю Наши поколения, например Это, ну, как учить заново Как, ну, в основном Уже все по-русски говорили Ну, если только где-то в деревне не живешь Дело не в том, что выучить язык Язык-то выучить не проблема Но если я выучу китайский язык Я китайцам не стану никогда Ну, правильно Это главный Это очень важный фактор На самом деле для ментальности Но не самый главный Вот Это надо провариться хорошо В этом соку Это надо вырасти Но все равно украинцы Если он не знает украинского языка Он не перестает быть украинцем Все равно Да, конечно Вот они, которые в Канаду уехали Да уже забыли Но все равно они стаются Вот Америка, к тому пример Она же там приехала Там, мексиканская Там, там, Чайна Таун Там, эти Там, наша братва Которая не знает Английского Ваша братва в Чикаго Да, наша братва Ну, вот, то есть Вы знаете, Ксения Вот, казалось бы Вот, для меня Ну, слово это очень важно Да, я от поэзии, может быть Иду к песням Но я как-то выступал На фестивале в Киеве И я пел там военную Афганскую песню У их пацаны И подошли ко мне Две женщины Одна с Америки Режиссер какой-то Другая вообще С Норвегии С Швеции По-русски вообще Чего? И они какие-то комплименты Мне говорят Через переводчик Я говорю, как? Какие комплименты? Вы же ни слова не понимаете Они говорят Ну, это же как-то вот Это видно, это чувствовалось То есть вот даже Носитель языка И их слово Само по себе Оно вот как-то Облачено в какую-то Такую вот Волну В какую-то энергетику Которую вот Без языка идет Не, ну, нам же Может понравиться Какая-то песня На том языке На котором Которую мы не принимаем Нам же может понравиться Эта песня просто Потому что она легла Вот в настроение Душу И нам, в общем-то Совершенно не важно Про любовь эта песня Или про что-нибудь Более страшное Вот Нам просто нравится Она ложится на ухо Ну, правильно Касается, что языка Я считаю Ну, лишь бы что попало Писать я не буду никогда А если вот я это прочувствую Я буду писать на украинском Как вам хотите Если я это буду действительно Делать максимально Это просто полюбопытство У нас есть звонок Здравствуйте Алло Алло Да, говорите, пожалуйста Здравствуйте Здрасте Алло Да, да, да Здравствуйте Вячеслав Да Это Олег из Новосибирска Алло Да, здравствуйте, Олег Помнишь меня Ну, Олег из Новосибирска Пока не могу вспомнить Кто такой Первый выпуск мой Олег Прокопенко А, ну Так это мой Сержант В учебке Боица Да, здравствуй Чем вы себе Ничего себе И риска Первый выпуск мой был Да Я был командиром завода Потом он служил В Афганистане Я вот служил сначала Ну говори, Олег Давай, ладно Я потом про тебя расскажу Я не знаю Может это ваше событие Может Исполнишь нашу Какую-нибудь спецназовскую Песню хочет Вашу Спецназовскую Ну я вот уже спел Я вот Ну сейчас не буду Про войну уже петь Уже Ну извини Я просто Опоздал Маленько Не застал Ничего, послушаешь Еще в записи И будет все Да, еще будет Пять повторов Потому что Военные уже звучали Спасибо Что, пустячок А приятно, да? Ну конечно Вот видите Человек вспомнил Видел у меня А вообще так Встречаетесь С Однополчанными? Да, конечно Вот сейчас Как раз, слава богу Конечно, интернет И вот сейчас Друг друга находим И вот мы сейчас Приехали И вот мы сейчас Поселились у моего солдата Здесь под Москвой Она встретила Отвез, привел Сейчас на машине Это Ну Это нельзя никак Заменить Это называется Боевое братство Это не пустое слово На самом деле Это правда Да, это Ну я не знаю Как это Как дать этому оценку Просто вот По-мужски Такой низкий Такой поклон И все А долго еще В Москве-то будете? Вот сейчас Завтра поедем Через полчасика И что Какие дальше планы Гулять? Ну гулять Пиво-рак Рок-н-ролл Конечно Отдохнуть с дороги Завтра еще По Москве Немножко посоветимся А потом домой Ну правильно Правильно Надо отметиться Я почему спрашиваю Про Москву Московский блюз Под дождем Так называется Вот она Поэтому я так Про Москву Так чуть-чуть Что здесь Какие планы Я потом спою А потом расскажу Пару слов Да, нет Или сейчас могу сказать А, могу сейчас сказать Лучше сейчас Да, эту песню я подсмотрел В Москве Хотя она, собственно говоря Могла произвести В любом большом мегаполисе Где миллионы людей есть И где возможен дождь И где есть хоть одна пара Влюбленных Под зонтом Угу Вечерняя Москва Целуется с дождем Выплескивая чувства Вкляксы уж Огромный город Миллионы душ Плюс две души Под маленьким зонтом Огромный город Миллионы душ Плюс две души Под маленьким зонтом Безлюблен Стал бульвар И опустевшим сквер Обычно Оживленным Вечерком Лишь мы одни Остались Под зонтом В дождя Зацелованной В Москве Лишь мы одни Остались Под зонтом В дождя Зацелованной В Москве Прижмись Ко мне Скорей Промокшая Моя Ах, милая Как пахнешь Ты дождем Мы поцелуй Наш первый Украдем И пусть простит нас Сонная Москва Мы поцелуй Наш первый Украдем И пусть простит нас Сонная Москва Моя 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 Ушел, не слышно, дождь Насыпочка в рассвет И кажется, что это был лишь сон И поцелуй наш первый под зонтом Приснился нам, а может быть, в Москве И поцелуй наш первый под зонтом Приснился нам, а может быть, в Москве Ахаш, прямо из цитаты даже получилось На самом деле, хоть и может это произойти, как вы сами сказали слова В любом большом городе, где есть дождь и двое, хотя бы двое влюбленных под зонтом На самом деле, очень московская песня Я вам как москвичка говорю По настроению, очень московская песня Очень московская получилась Потому что я считаю, что в Питере совсем другое настроение Вот, кстати, я в Питере год назад эту песню пил сам Такой маленький концертик был Женщина одна подходит, альбом купила мне Говорит, вот мне больше всего понравилась песня Вот у вас там Андрея Боже мой, как его Автор от Рыбакова А я иду, шагаю по Москве Шпаликов? Нет, не Шпаликов Это музыка Шпаликов А слова Вот вылетела за лавы Я говорю, какого? Какого Андрея? Я свою песню пою Она вот запомнила последнюю фразу Та-та-та-та А, понятно Вот, согласно Нет, правда, очень такая московская история Редко бывает, когда человек не живет в том или ином городе И передает, как-то впитывает настроение Неважно там Я вряд ли напишу что-нибудь про Киев, например Вот, или про Луганск А попробуйте Ну, в принципе, да У меня и про москуты нету песен У меня вообще нету Вы не поверите У меня вообще нету песен Надо же когда-то начинать Ну, да, да Хорошо, кстати, о стихах Просто отдельно стихи, не песни А просто стихи есть? Ну, вот как-то больше всего у меня, конечно Или сразу с музыкой Сразу с музыкой получается Да, как-то больше с музыкой Хотя есть отдельные там Наброски и так далее Какая-то там я Сэ пишу, проза Даже сказки написал Цикл детских сказок, да У меня один герой, мышонок Вот он там такой шустрый, проворный И добрый Безумно добрый Странно, когда я была маленькая Я все время требовала от папы Я очень любила, чтобы папа у меня читал сказки Не мама, а папа Вот И он придумывал у меня Каждую серию мышонок Про мышонка, сказку Рассказывал мне сказки Ознакомьте меня с вашей папой Царство ему небесное Да Вот И вот у меня все детство Было мышонок Потому что он ездил все время на гастроли И его Не было Я все время как он приезжал Откуда-то с гастроли Я рассказывала Ну, что там мышонок А мышонок у него все время в кармане был Ну, типа Вот И он там постоянно с этим мышонком Как его мышонок выручал Как он его там подводил И так далее И так далее И вот я воспитывался И удивительно, что и вы пишете про мышонок Ну, какой-то вот он, да Такой вот Проворный В то же время добрый Шустрый И он у меня еще мечтатель Мыслитель и философ немножко Да, да, да Потому что они такие детские сказки Он рассказывал Но на самом деле очень жизненные Они учили каким-то Читайте Наверное, там что-то вы найдете общего Да Наверное, это вот те же самые сказки А где же мне взять-то эти сказки? В интернете? На сайте у меня можно читать На сайте, хорошо Это рекламу нельзя своего сайта делать? Нет Нельзя своего сайта Нет Нельзя, да? Нет Все, понял Нельзя Догадайтесь На всякий случай Мы сайт, да Догадайтесь Ну, по имени, по фамилии Мне кажется, несложно Да не вопрос В общем-то, как-то догадаться Хорошо Все-таки практически За 14-15 лет, да Деятельности Музыкально-песенной Да, я так поняла С 97-го, если, да Так серьезно Начали заниматься А вот вы всем довольны, что тут происходит? Потому что вы сказали Да ладно, кто тут что предложит Нужно самим пробиваться И так далее Вот Как бы все происходит так, как оно должно происходить? Или хотелось бы, чтобы это происходило Немножечко с более успешным, так сказать Сказать Что вы кого-то найдете, который скажет Да нет, хватит, мне успеха Давайте поменьше уже Нет, но, кстати, очень многие говорят, что Все Все происходит Так, как оно и должно Потому что Очень многие люди, например, боятся Быстрого какого-то взлета вдруг Утюги играют, поют А через два месяца забыли Понимаешь? Мне это не грозит Потому что мне не 17 лет Когда-то там вдруг раз Там фабрика звезд Там она Миллион людей И оно струже потухло Мне все тяжело дается Трудно, долго И поэтому я песни там годами пишу Поэтому А трудно пишется, да? Да Как-то не очень легко Хотя в последний момент Не то, что что-то сверху упало Раз записал Это работа Это наверно Выверять Всякую рифму Там какие-то, да? Да дело не в рифме Тут надо настроение поймать Рифмы – это фигня на самом деле Это, конечно, важно Но это технический момент Это технология А вот настроение поймать песню Я пишу, 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 думаю Вот о чем песня? Вот надо, вот я пел Московский блюз, подожди Вот чтобы вы почувствовали Что это вот какая-то Дождь какой-то И любовь какую-то вот Промокшая моя, да? Да Вот если это почувствовать Значит, я правильно А если нет Тогда какие рифмы там По барабану? Главное, чтобы вот настроение А много концертов? Или не очень? Да не, мало на самом деле Мало? Да И даже в Украине мало? Да И даже вот И во Франции тоже Ни разу еще не было Понятно Да Понятно Нет, а правда в Украине То есть можно назвать Там, например, что там Вы, например, узнаваемый человек В Киеве? Нет, меня как-то еще знают Вот по военной песне, да Вот там я много Каких-то лауреаций набрал Там и военные песни Меня знают и приглашают, да А вот в этой песенной творчестве Где вот Гражданская Лирика Просто лирика И вообще вот Другие песни о жизни Вот, наверное А на радио крутите? На радио? Наверное, крутят Я просто не знаю об этом Да ладно До такого не поверили А что, да ладно Для того, чтобы крутили Я песню только написал Это уже февральскую звезду Вот уже там пять дисков выпустили В Москве же в частности Да, ладно Серьезно Ну а что, это легко и просто Да Я в интернете в этом копаю И смотрю Ух ты, как хорошо Правда, написали хоть фамилию Имя, отчество Все правильно И диск продают Ну а что Ну а что, это приятно, да? Все-таки Ну, конечно, приятно А что? Ну, как бы хоть бы деньги заплатили Я тоже всегда вот так двояко Про пиратов Вот думаю С одной стороны, конечно Когда человек уже заслуженный, известный Вот он записывает альбом Он тратит силы и все И вдруг за два дня до выхода Официального релиза, так сказать Там уже в ларьке можно это купить Все к коту под холст, что называется Весь труд и так далее А когда человек вот только начинает Мне кажется Это есть очень хороший знак Что значит его уже любят народ Нет, конечно, да Как реклама Что это мокляризация такая Поэтому я каких-то там юридических движений Не делаю в этом плане Что-то там искать, с кем-то там драться Что-то там доказывать Неинтересно Ну да На данном этапе уж точно Лучше, что я посижу еще ночь Там попишу, может какую-то песню сочиню Там больше пользы будет Однозначно Дальше, у нас тут планов Туча Туча А времени не так много А хочется как можно больше Да-да-да-да Этим другая женщина занимается Не я Ага Когда тучи разводят руками Это другая женщина А вы тучи сводите, да? Моя Так называется следующая песня Моя Такое название Моя Моя в тебе Препредудренняя нежность Моя в тебе мальчишеская страсть В тебе Моя почти что неизбежность В тебе Моя пленительная власть Моя В тебе надуманная Сложность Моя В тебе В тебе Святая Простота В тебе Моя Кипит Неугомонность В тебе Моя Сакральная Мечта Моя В тебе Моя Насквозь Проникновение Моя В тебе Насыпочка Чуть-чуть В тебе Моя Зумная Биенье В тебе Моя Банальная Хочу Моя В тебе Надутренняя Нежность Моя В тебе Нечаянная Грусть В тебе Мой Эликсир Всего Святого В тебе Моих Грехов Невнятный Вкус Моя В тебе Нежданная Зарница Моя В тебе Отрада Боль Моя В тебе Мой Стих Барит Свободной Птицей В тебе Моя Любимая Весь Девушка В тебе В тебе В тебе Зар Какая красавица песня. Прям красивая, красивая. Ой, спасибо большое. А есть, например, какая-то песня, которую, я не знаю, вы услышали, а может быть, слушаете ее довольно-таки часто, неважно, на русском языке она, на английском или на французском, неважно, просто песня такая. На нашей планете. Думаете, ну почему же это не я написал? Но так все просто, так все замечательно, так все красиво. Но почему это сделал не я? Такая белая зависть, что ли? Нет, такого никогда. Мне нету. Я радуюсь всегда за кого-то, за друзей, за близких, за кого-то кто-то взял, вот написал. Неужели не бывает такого? Как мне это не пришло в голову? Вот так просто. Вот не бывает. Серьезно? Да, честно, пионерская. А есть такая песня, которую, например, вы написали, и сами себе признались. А лучше, наверное, ничего не напишу. Нет, и такого нету. Ничего нету? Ну ничего нету. Ни того, ни этого. Нет, ну это что, ну сразу подвисать себе приговор? Нет, так нельзя. И я не думаю, что вот я уже написал такое что-то вот, что уже не перепрыгну через эту планку. Ну почему? Вот многие так не задумываются об этом, а потом удивляются, почему у них одна песня на другую похожа. Потому что они цитируют себя, потому что они не смотрят со стороны. И им говорят, ай, ай, напишу-ка еще я песню о любви. Нет, еще надо песню о любви. Еще. А она уже давно написана. Еще любвивее, да? Да, 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 да. А оказывается, та, которую написала там 20 лет назад, в ней все уже и сказано. Ну так вот, что ж, без самой мучи, в 17 лет девочка написала. Видите, ну что тут. Это шеллягер такой, что мама дорогая. Ну вот и как к вопросу об этой песне. Например, о той песне, которая думает, что ж мне-то в голову не пришло? Так все просто. Я вот имела в виду, мне что-то казалось, что без самой мучи. Так 7 нот всего там, да? Ну еще полтона, 12 звуков, все, твори. Там вот у тебя вся таблица умножения в этих звуках. Только чьи-то 7 нот. Вот с буквами труднее, там их больше. Да, да, да. Ну просто чьи-то 7 нот напевает вся планета, а чьи-то по-другому не назовешь. Ну да, вот. Хорошо. Какие вы молодцы? Во-первых, мало того, что приехали музыканты и привезли уже распечатанную программку, так они еще принесли с хронометражом каждой песне. Мне очень удобно ориентироваться. Большое спасибо. Большое, пожалуйста. Рахмат с Лукумом, вот просто телевизионный. И я так думаю, что сейчас остались длиннющие песни, как бы так сделать. Ну может быть, танго с незнакомкой? Танго с незнакомкой. Да? Да. Почему нет? Да, танго с незнакомкой, конечно. Танго с незнакомкой. Чуть богемная, неземная, чуть незнакомка из времени прошло. Ты явилась незванно, не брожено. И боюсь, мне теперь не уснуть. Я обожаю вас, дама. Как наивно шептали мне устало. Я обожаю вас, дамы. 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 Дамы. Я обожаю вас, дамы. Я обожаю вас, дамы. Субтитры подогнал «Симон» Слав, пока вы тут играли замечательно, я все придумала. Я все переначала программу, все заново, все. Давайте все заново, я все придумала, как будет. Да-да-да, все, все. Это черновики, все это ерунда. Так, ну а чтобы мы успели все, что я задумала сделать, прямо сейчас нужно играть «Ничего взамен». И все, да? Нет. А, хорошо. У меня там загогулино. Супрайз! Хорошо, отлично, поехали. Время мое Ну, куда ты летишь? Повремени Сядя, дышись По степени Свой стремительный пульс Дай мне понять Так, куда же я рвусь? Рвусь, как всегда Изо всех жил и вен Но никогда И ничего Я не прошу взамен Рвусь, как всегда Изо всех жил и вен Но никогда Но никогда И ничего Я не прошу взамен Мысли мои Беспокойно Кружат Их не унять Не удержать Сердце стучит Сердце стучит Гордо бьет Меокард Импульс Толчок За ударом Удар Сердце стучит До напряжения Вен Но никогда И ничего Сердце не ждет Взамен Сердце стучит До напряжения Вен Но никогда И ничего Сердце не ждет Взамен Совесть моя В чистом поле Роса Чувства мои Голубиной в небеса Воля моя Испаленность стрелка Гордость моя Это знамя балка Правда Правда Моя В генах отцовских Есть Но никогда И никому Я не оставлю Честь Правда Моя В генах отцовских Есть Но никогда И никому Я не оставлю Честь Что ж Мне показалось Что было бы логичной точкой В нашей сегодняшней беседе В нашей сегодняшней встрече Чтобы прозвучал Гимн сердца Это будет завершающая Наша встреча Песня Но мы еще не говорим До свидания Еще будет несколько секунд Гимн сердца Застыла секундная стрелка На наших часах Такое бывает Когда подбирается страх И медленно И медленно вспять Повернула На наших глазах А я не во времени Время Сегодня мой враг А горы вздыхают Как будто бы знают Что мне приготовил Мой враг Стоять на вершине Вернуться К любимым Остаться В седых снегах Душа замирает Но думаю Сделал все так И сердце Стучит В такт Спасибо за помощь И руку поддержки Друзьям Но это надежды А все остальное Ты сам Поклон до земли Моим самым Заклятым врагам Они научили ценить Жизневременный храм Пусть лошади Стонут За счастьем погони А удача Витать Тоже там Ну что же В иконе И когда же догоним Этих капризных дам Догоним Узнаем Что все В этой гонке Не так Хоть сердце Стучит В такт Опять бесконечный Лежит между нами Простор Я жгу километры И метры Швыряю в костер Копыта щеканят По пыльной дороге Узор Как выкрасть мне Время Увы Никудышный Я вор Пространство И время Ненужное Время Я вырвусь Из этих оков Я вычеркну даты А координаты Ловушка Для дураков Вхожу с каждой точкой И с каждой секундой В контакт Пусть сердце Стучит В такт 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 Вячеслав Куприенко Был гостем Сегодняшней программы К нам приехал Если вы только что Решили посмотреть Эту программу Мы опоздали Но ничего Смотрите у нас На сайте Когда будут повторы Я думаю Что вы получите Удовольствие Такое же Как получила его Я Крайне приятно Было познакомиться Для меня это В общем-то Я скажу Даже открытие Вы да Музыкальное такое открытие Потому что Нельзя сказать Что я прям вот Прям Знала вас Так вот прям хорошо И прям слушала Вашу музыку А вот сейчас прям Уже вот узнали Да Ну во всяком случае Я имею представление Мне очень нравится То что вы делаете Ребятам тоже огромное спасибо Все очень здорово Было приятно познакомиться Думаю что да Думаю что увидимся Не последний раз И не только На московской земле На телеканале Ля Минорной Возможно там На киевской земле Будут концерты Звоните Приеду Я город этот очень люблю Путываю на свою Да И давненько И давненько не была Кстати в Киеве Наверное года три не была Надо уже как-то освежиться Вот Ну что же Всего вам самого доброго Ваше Что все ваши мечты Осуществились Как можно скорее С вами прощаюсь Как обычно ненадолго Всегда ваша Ксения Стриж Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok